Прямо сейчас расскажет о том, что происходит в горячих точках на Донбассе наш корреспондент Анастасия Волкова. Анастасия, приветствуем вас. Вам слово, пожалуйста. Добрый вечер, студия. Ситуация на Донбассе остается тяжелой. Практически всю прошлую неделю мы работали в населенных пунктах Северский и Солидар Донецкой области. Вместе с волонтерами отвозили туда гуманитарную помощь и забирали людей из населенных пунктов, как эвакуацию. Сегодня волонтеры также работали по эвакуации людей из Солидара. Стоит отметить, что украинская армия очень сильная и россиянам до сих пор не удается захватить полностью всю Луганскую область. Несколько километров региона не подвластно российским оккупантам и там продолжаются ожесточенные бои. Мы сегодня имели возможность посетить переехавшие в Днепро департаменты Северодонецкой военно-гражданской администрации и пообщаться с главой области Сергеем Гайдаем. Он заявил, что на данный момент задача чиновников – это обеспечить жильем и гуманитарной помощью переселенцев, а также подготовиться к деоккупации. Так, например, из денег областного и местного бюджетов чуть более 3, чем за 3 миллиона гривен была закуплена и приобретена специальная машина, которая облегчит восстановление электроэнергии в городе, например, в городе Северодонецке. Оборудование позволяет увидеть порывы, не перекапывая большую площадь и эффективнее устранить эти порывы. Это такой первый автомобиль в Луганской области. До полномаштабного наторжения Российской Федерации такого автомобиля в Луганской области не было. Теперь он есть и ждет деоккупации. Предлагаю посмотреть и послушать. С помощью данной лаборатории специалист, сидящий вот с той стороны, его рабочее место, он ищет по схемам, имеющимся у нас в наличии, порывы, едет, дробно говоря, по схеме идет и находит с помощью данного оборудования порывы. Конкретно вот это оборудование позволяет определить точное место порыва. Для того, чтобы после деоккупации мы могли наиболее быстро приступить к своим обязанностям, наиболее быстро восстановить всю инфраструктуру нашего города. Эта машина проводит испытания кабельных линий, испытания трансформаторов. И мы можем мониторить сети и где есть повреждения. Это наиболее быстро, дабы не перекапывать весь город. Тут все будет, в принципе, видно и все четко показано. Таким образом, мы только что могли увидеть такой вот новый современный автомобиль, который приобрели на Луганской области. Машину предлагают использовать как в Севердонецке, деоккупированном, в Лисичанске, в Рубежном, на Вайдаре, в Счастье. Пока машина будет работать для поддержки жителей Днепра и Днепропетровской области и помогать тут выявлять порывы без того, чтобы выкапывать и раскапывать большие территории.